Летом 1941 года ситуация на советско-германских фронтах для Красной Армии складывалась катастрофически. Войска Южного фронта отступали на восток, опасаясь окружения из-за поражения частей соседнего Юго-Западного фронта. Немецко-румынские соединения подошли к Одессе. С суши город защищала Приморская армия. С моря – корабли Черноморского флота. Имея пятикратное превосходство в силах, 3 августа войска противника прорвались к морю и полностью окружили Одессу с суши. Линия Южного фронта откатилась к Днепру. Город остался далеко в тылу врага. 20 августа румынские дивизии начали штурм города. В течение месяца советские войска стойко отражали атаки и остановили врага в 10 километрах от города. 38 тысяч горожан ушли в одесские катакомбы, чтобы оттуда бороться с захватчиками. На улицах было сооружено 250 баррикад. В осажденной Одессе изготавливались самодельные танки. Обычные сельскохозяйственные тракторы обшивали сталью и устанавливали пулеметы. К концу сентября положение осажденного города стабилизировалось. Штаб Одесской обороны начал готовиться к длительной осаде. Но из-за угрозы прорыва немцев в Крым, Ставка главнокомандующего приняла решение отозвать приморскую армию из Одессы. Впервые в истории войн в тылу врага, скрыт над противника, была проведена блестящая операция. Выведена из боя, посажена на корабли и эвакуирована целая армия. С 1 по 16 октября корабли Черноморского флота перевезли около 86 тысяч человек, а также большое количество боевой техники и вооружения. К вечеру 16 октября передовые части противника ворвались в Одессу. 73-дневная героическая оборона Одессы сковала 4-ю румынскую армию. В результате было выведено из строя 160 тысяч вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов, около 100 танков, что затруднило продвижение правого крыла немецко-фашистской группы армии «Юг» на восток. Продолжение следует...